здравствуйте уважаемые зрители вы на канале о рукоделии путешествиях меня зовут Юлия и сегодня представляю вашему вниманию джемпер который назвала петчворк потому что он связан в технике петчворк петчворк это лоскутная техника это и шитье и вязание может быть все что угодно вот такие лоскуты у меня вывязаны разными пряжами и разными узорами и получился джемпер можно сказать что он связан отдельными деталями рукава вяжутся от проймы ну я их просто соединяла в процессе вязания некоторые соединяла некоторые сшивала вот получилось то что получилось квадратики прямоугольники связанные разной пряжей но единственное что я подбирала что было толщина более-менее одинаковая либо игралась узором если толщина маленькая тогда можно делать косички и она уплотняет и так далее в общем вот так вот так получилось мне нравится что получилось такой джемпер можно связать из остатков пряжи как это сделала я либо специально приобрести пряжу разных оттенков может быть одного производителя тоже будет прикольно и связать что-то подобное это может быть и мужской вариант и женский и это можно сделать каким-то нарядным например да если использовать люрекс пайетки то можно сделать нарядный джемпер но этот такой у него зимний такой вид и зимние я считаю что цвета он теплый и теплый по своему качеству и чисто внешне он вот такой вот теплый вид теплый домашний уютный джемпер печь ворк у меня получилось видео которое будет в дальнейшем я рассказываю о том как я вязала немножко показываю узоры пряжу а в описании под видео то что касается петель но тут особо не расскажешь сколько набирать нужно все мерить нужно рассчитывать потому что каждый из этих кусочков он как бы набирается разное количество петель тут нет определенной схемы или формулы то есть тут все по как сказать по налить вот как 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 ляжет как душа ляжет как пряжа ляжет вот так и получается такие прикольные уютные и классные изделия приятного просмотра решила я связать джемпер пещерку вот так из разных разными узорами и подобрала пряжу к моих тетрадки мы еще вернемся у меня различные махеры различные вот такие из бобинок у меня намотка полушерсть тут полухлопок такой микс из бобинок то посветлее по таку по желте и разные остатки это я уже как бы связала там часть изделия сейчас я продемонстрирую и вот то что осталось буду этим продолжать вязать то есть это в бело-бежевых таких оттенках может быть будет что-то коричневое но вряд ли то это самый темный оттенок из всех это такая букляшка букляшка есть белая мохер в общем все показала в серо-бежево-молочных оттенках теперь само изделие оно уже на таком большом этапе потому что я долго размышляла думала значит вот такие квадраты вяжется резинка снизу вверх а затем привязываются книг квадраты можно связать отдельно эти фрагменты не обязательно квадрат это так образно называю квадраты но то могут быть разные элементы можно кстати взять свои образцы и собрать что-то довязать нужное сложить вот такую штуку единственное что мне кажется что она все-таки должно быть каком-то одном цветовом решении в одной цветовой гамме можно это сделать конечно и ярко и на свой вкус но мне кажется что все таки когда это в едином каком-то цвете это смотрится более интересно значит набирается резинка у меня здесь 220 петель на спицах два с половиной я связал резиночку снизу вверх длиной 6 сантиметров затем я привязала квадрат 1 квадрат 2 потом я их начиная вязать следующий квадрат я сразу кромочными соединяла но условно это у меня спинка затем здесь я привязала так резинкой связала я миксую а беру например белый беру букляшку беру мохер вот это вот все чтобы собираю нужную толщину пряжи и вижу фрагмент вот таким образом у меня получились такие штуки вот тут как-то более толстая это более рыхлая но ничего это все может быть в такой в таком изделии здесь например вот прямо от резинки я пошла вязать вот этот квадрат он соответствует по цвету точно такой же как резиночка тут у меня жгут и тоже прям набраны отсюда но собраны из других оттенков так полу патентная резинка и здесь у меня вывязан такой длинный фрагмент и оформлена плечо то есть я уже довязала одну часть до плеча общая длина на данный момент этого моего полу готового джемпера составляет 60 сантиметров уже тут особо рассказывать нечего каждый выбирает для себя свои узоры рисунки и размер этих элементов можно и маленькими делать можно и крючок включить что угодно можно сделать жаккардовые элементы так значит что у меня здесь у меня объединено два полотна передняя часть спинка здесь у меня уже есть пройма длина от резинки до проймы у меня здесь ты это тридцать девять сантиметров 3940 и сейчас я буду уже вывязывать наверно перейду уже вот к этому фрагменту к с горловины с вырезом горловины что касается плеча плечо здесь вывязано весь скос плеча вот так выглядит приблизительный эскиз моего джемпера но это условно все это было еще осенью я планировала вернее его даже начинала осенью вязать даже но я и не сняла начала вот только сейчас так значит вот такой он у меня плюс-минус но это понятно все условно белый бежевый тут я собиралась серый включить но серый не включаю белый бежевый образец у меня тоже вывязан был я ориентировалась на вот этот вот светлый основной цвет вот который у меня вот он вот такой и его у меня больше всего и я на него как бы ориентировалась думала что это будет основной такой но по толщине он тонковат сюда еще что-то добавляла до когда вязала фрагмент поэтому я к нему добавляю разные разные пряжки на и получается красиво и необычные такие оттенки вот и 220 петель я набрала я уже сказала резинка 11 нет 2 на 2 спицы номер два с половиной теперь плечо плечо вот я на вязала этот жгут вот такой у меня большой на двадцать одну петлю был вот и плечо выглядит у меня следующим образом и тут обиду чтобы было видно я укороченными рядами связала такой скос плеча 7 7 7 7 6 раз и 9 петель и закрыла вот так получилось значит здесь у меня получается 76 42 плюс 951 петли на здесь был такой почему столько петель даже не могу сказать почему столько петель набрал а почему 50 на по что тут 21 петля посерединке узор получается и по 15 петель сбоку резинка 1 1 1 вот поэтому 51 поэтому так потому что тут 21 петля узора и перекрещивание было по 7 петель 7 петель в одну сторону 7 другой чтобы получить косичку такую красивую объемную косичку обычным образом перекрещиваю без всяких тут накида без ничего просто свободненько перекидываю 7 петель и она смотрится красиво объемно я думаю что и после стирки будет также все это выглядеть красиво значит скос плеча теперь здесь у меня точно так же теперь нужно с этой стороны отложить 51 петлю это где-то будет наверно вот так а плюс минус тоже надо посчитать и оставить горловину соответственно тут тут мне наверное уже глубина такая нужно тут просто сделать какой-то уголочек для закругления просто ввязать сюда а здесь соответственно набрать и уже сделать закругление и скос 2 плеча то есть тут совсем маленький мне участок надо провязать либо если это глубоко и глубокая горловина да и надо поменьше соответственно я буду набирать на всю длину сюда довязывать там один полтора два сантиметра и уже делать закругление и с одной стороны и с другой стороны то есть это будет чуть чуть просто выше а скос плеча соответственно если тут будет 51 петля у меня будет точно такой же точно также я его сделаю с другой стороны это планируется как передняя часть изделия но это может быть и спинка поэтому тоже так кому как нравится можно это сделать и спинка это уже никаких проблем на данный момент тут не определено точно где перед изделия а где спинка поэтому это вполне может быть и с спинкой хочу еще пару слов сказать об узорах которые здесь использовала значит вот здесь по центру у меня полу патентная резинка кстати с изнанки тоже выглядит прикольненько можно этот жгут и с изнанки раз рассматривать как элемент изделия можно его сделать двусторонним это изделие даже можно оставить вот эти вот все хвосты тоже будет прикольно есть такие варианты значит просто хочу рассказать об узорах которые здесь у меня есть так здесь у меня шахматка 2 на 2 это с мохерчиком это вот этот вот пряжа и мохер вот или от ангурка ангурка наверно вот здесь внизу жгуты на 6 петель между ними 2 2 изнаночные вот так ну тут высоту а причем жгуты сделано в шахматном порядке перекрещивание тут 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 можно на свой вкус и высоту определить для себя для перекрещивания и как-то перекрещивание кстати между жгутами это не изнаночная гладь а здесь платочная вязка то есть как это вяжется по лицевой все лицевые по изнанке 6 изнаночных 2 лицевых 6 изнаночных 2 лицевых и так далее и получается что между жгутами у меня платочная вязка здесь у меня лицевая гладь здесь у меня обычный рис или путанка здесь тоже лицевая гладь на здесь более плотная такая фактура и резинка 2 на 2 это элементарные узоры которые я использовала здесь уже в этих фрагментах я хочу чтобы каждый фрагмент был разным узором и вот тут где у меня жгут я уже показала верни косичка у меня обычная резинка 1 на 1 15 петель 21 петля жгут и 15 резинки соедино здесь уже непосредственно не тут я кстати пришивала вот эти два фрагмента я пришивала я их не ввязывала а этот я уже привязывала здесь кромочными здесь у меня просто сшито шву это тоже аквариат почему я сразу привязываю чтобы сразу видеть как это выглядит если я буду вязать отдельные квадратики прямоугольнички или там какие-то деталь соответственно не потом на тандо выложить сшить и уже потом ориентироваться что что к чему а тут я по факту как бы вижу сразу смотрю что что куда и как довязала спинку джемпера так это сейчас выглядит фрагменты неравномерные разные и по плотности и по цвету и по фактуре и по всему сложно описывать творческий процесс поэтому я просто показываю этапы значит спина закончена здесь у меня нет выреза горловиной но есть скосы плеч вверх спинки я просто набрала все петли и как кокетка у меня такая получилась красивая аккуратно и вот так выглядит спинка передняя часть я методом трех спиц одно плечо закрыла причем сделала шов наверх сверху будет шов и набрала как бы здесь петли для вывязывания второй части плеча что я здесь задумала но это только у меня так получилось не факт что еще у кого-то так получится за счет резинки которая здесь у меня здесь получается так условно как бы закругленная горловина я решила здесь ничего не дорабатывать не довязывать а вторую часть набрала вот с учетом того что мне здесь нужно сделать закругление ну или какой какие-то убавки и я здесь немножко промахнулась потому что тут у меня ширина этой полочки 23 сантиметра а здесь я набрала 20 то есть у меня тут вот так два сантиметра лишних соответственно мне наверное вот это вот теперь надо распустить и связать заново что касается скоса в плеч то здесь у меня идут равномерные как бы развороты через равное количество петель но количество петель вот здесь вот на передней части и на спинке у меня не совпадает поэтому я как бы так рассчитываю чтобы это было аккуратно и не фаллила здесь у меня петель меньше здесь у меня петель больше но получается что разворота допустим я здесь сделала там через 7 петель а на спинке через 6 тем самым я на у меня получилось помню 77 разворотов меня на спинке на 7 петель меньше но когда их соединяю я просто тут провязываю по 2 петельки вместе именно там местах вот этих самых разворотов получается равномерно аккуратно это просто как идея если пряжа разной толщины лучше конечно для такого таких проектов братьев пряжу одной толщины или там одного производителя и тогда будет не надо будет вот это вот фантазировать спит и здесь у меня та же история здесь я набрала количество петель как на этом плече но их получилось по ширине больше ширина получилась больше потому что это пряжа толще ну и таким образом я как бы немножко промахнулась поэтому мне теперь нужно распустить наверное связать вот на два сантиметра короче и точно так же закруглить и уже здесь соединить методом трех спиц я практически довязала уже вот пройму мне осталось вот этот самый скос кстати вот хорошо видно ровненько вот это скос плеча перевязала я вот этот фрагмент все-таки решила что будут правильнее это сделать все точно так же набрала петли только теперь вымерила чтобы равномерно было тут и тут по количеству петель я думаю что тут рассказывать нет смысла потому что все зависит от толщины пряжи толщина пряжи разная на каждом фрагменте затем набрала петли горловины той же пряжи кстати что тут у меня было я закончила методом трех спиц соединила швом вверх и сразу набрал этот горловина не очень глубокая выходит вот поэтому и обвязка будет невысокой не небольшой этому что еще пару сантиметров и я буду закрывать то есть тут обвязка будет короткая маленькая и после этого я планирую постирать это часть изделия на эту часть вывязанную разложить чтобы посмотреть как будут реагировать на влажно-тепловую обработку все виды пряж что я тут использовал потому что их тут много и как они будут реагировать надо все-таки посмотреть после стирки поэтому стираю и потом уже буду вязать рукава спинка вот так выглядит таким образом после стирочки я думаю что все будет классно классно все это я разложу она выровняется и уже будет иметь какую-то общую станет единым целым пока это отдельные фрагменты а после стирки когда это все объединиться может что-то распушиться что-то там заваляется сваляется и она будет иметь более правильный вид чем это выглядит сейчас тело полностью готова горловина обвязана и я постирала эту часть классно раскрылась пряжа пушистая все мои квадратики прямоугольники распрямились что-то какая-то пряжа выпустила пушок потому что ты так много разных пряж и все теперь смотрится как единое целое я высушила она все ровненько и теперь вот так можно посмотреть что приступаю к вязанию рукавов уже будет готовое изделие что касается вот этих вот не так которые тут торчат у меня это специально их пока что оставила потому что не знаю что с ними делать может быть я их оставлю так как они есть только немножко по стрику чтобы они не были такими длинными поэтому по всему изделию у меня пока что вот там местах соединений болтается это пряжа и вот допустим вот здесь видно как она раскрылась распушилась некоторые из нитей такая пушистая стала мохнатая вот и здесь тоже такая классно перехожу к вязанию рукавов набрала петли рукава из кромочных ритм здесь набора поочередно из одной кромочной 2 петли из другой одна набрала все петли у меня получилось 36 петель со стороны спинки и к же 36 со стороны передней части отметила маркерами боковой шов и сверху там где у меня плечевой шов то есть разделение до разделена на две части так петли петли по 36 получилось и далее я вижу головку рукава от центральной вот этой вот центрального маркера отложила в одну другую сторону по 8 петель соответственно набрала потом провязала набрала я набирала от бокового шва значит набрала все петли затем провязала до плеча провязала в эту сторону 8 петель отметила маркером потом в эту сторону 8 петель отметила маркер в эту сторону пошла добавила 4 маркер 4 маркер и так я буду вязать ну наверное вот по 4 петли буду чтобы сформировать здесь вот эту головку рукава чтобы хорошая была посадка рукава из того что короткие спицы все у меня здесь вываливается вот на данный момент тут буквально связано сна сантиметра 2 и я вижу путанкой рисом здесь решила пока что когда формирую вот этот вот вверх вверх рукава я вижу одной пряжей и в принципе как я дальше буду формировать свои рубики квадратики треугольнички или что там будет прямоугольнички я не знаю но здесь уже можно фантазировать на свой вкус можно сделать полоски например разной пряжи пока что у меня тут шетланд и букляшка и вместе с собираю вот у меня остатки шетланда он хорошо раскрывается пока что тут такая рыхлая фактура но шетланд вообще разбухает очень очень хорошо так что вижу рукав получается что у меня всего здесь семьдесят две петли довязала рукава так то первый рукав еще нет обработки осталось сделать обработку это второй рукав как бы из двух частей этот из трех частей состоит у меня но это все произвольно я сделала небольшое сужение здесь в конце вот самом конце но здесь точно так же здесь просто я не отметила маркерами где вот тут здесь тоже сужение вот видно по косичке что тут идет сужение тут были изнаночные тут их уже нет сужение в самом низу а так он достаточно широкий я думаю что после стирки это все выпрямиться пока что она такое фонарики такие но после стирки я разложу аккуратненько и все это будет одной ширины перевязала горловину сделаю более широкую более открытую потому что перед этим стянула ну а так конечно голова пролазила но я решил все-таки перевязать так что я перевязала и осталось довязать манжетики джемпер прошел вот его пряжа раскрылась практически вся стала пушистая красивая так выглядит вот здесь на этом бежевом вообще хорошо видно как раскрылся раскрылась она ну и здесь вот эти все фрагменты они все в общем то с пушистой пряжей и классно выглядит вот кокетка очень красивая получилась очень 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 довольна этим изделием тяжеловатый получился джемпер весит 600 грамм ну потому что пряжа толстая и он достаточно такой объемный поэтому тяжеленький и жгут и и вот эти все переплетения и вот это такая емкая емкий такой узор она все ведет к тому что без такого изделия будет достаточно большим в общем 600 грамм теперь параметры длина длина здесь 59 сантиметров средней длины не длины в районе груди 56 сантиметров 56 57 56 сантиметров плечо тут ровно вот от тела здесь идет ровно просто есть небольшой плечо 24 сантиметра она спущенная рукавчик от плеча 45 от проймы тут вывязана головка рукава 40 то есть в плече 45 здесь 40 соответственно там головка рукава где-то 5 сантиметров то есть вот так если положить ленту это вырезанным так дополнительно для хорошей посадки ну тут достаточно глубокая горловина вырез и я небольшую резиночку срезал но это все конечно на усмотрение автора такого изделия узора здесь самые простые но я вначале видео рассказывала уже об узорах поэтому повторяться не буду всем известные простые не использовала никакие схемы просто вот решала в момент когда вязала тот или иной фрагмент какой тут будет узор единственное я придерживалась такого принципа чтобы рядом фрагменты не повторялись узоры и не не повторялась пряжа цвет пряжи не повторялся вот так и получился такой симпатичный джемпер который я назвала в стиле пэчворк и если это изделие понравилось вам было интересно наблюдать как она создавалась было интересным это видео подписывайтесь ставьте лайки жду вас на своем канале спасибо за внимание всего доброго до свидания